С днём рождения меня! Мне 27 лет, я уже старая кобылка. Я сейчас жду маму в гости. Кстати, всем привет, я забыла поздороваться, я вся на эмоциях. Жду маму в гости. Юра меня с утра поздравил уже и уехал, сейчас должен приехать скоро. Проснулась я сегодня, хотела пораньше, но в принципе я уже с 8 не спала, но с кровати я встала где-то в 10 часов. Хотелось валяться, ничего не делать. Встала, привела себя в порядок, накрасилась, кофе попила, сейчас пойду покушаю. И хочу поубираться, потому что всё-таки хотя бы влажную уборочку такую поверхностную сделать, чтобы более приятнее было дома находиться. Очень быстро время летит, честно. Я реально думала, что я в 27 буду немножко другая и вообще не здесь на самом деле. Старенькая уже. В принципе, можно сказать, что я полжизни прожила. 27, ну ещё 3 годика. В среднем до 60 я, в принципе, планирую прожить. 70, мне кажется, наше поколение, до 70 уже как бы не сильно хорошо будет себя чувствовать. Свои 27 я сейчас с уверенностью могу сказать, что я разбираюсь в людях. Я реально разбираюсь в людях, даже как-то подсознательно, что ли. Я отношусь ко всем людям с осторожностью. И пока я с осторожностью к ним отношусь, они могут себя в этот момент проявить любым способом. И в хорошем плане проявить, и в плохом. Ещё в свои 27 лет я узнала, что чужие люди могут быть намного добрее и роднее, чем родные люди. Ну а вообще, друзья, я хочу поблагодарить вас большое. Вам спасибо за то, что вы мне пишете, поздравляете. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной. После того, как у меня появился блог, я реально начала себя лучше морально чувствовать, на самом деле. Как-то повысилась моя самооценка, что ли. И, ну, не так, чтобы сильно. Она всегда заниженная. Но просто мне это безумно нравится, и вы меня очень сильно поддерживаете. И мне всегда, каждый день хочется что-то делать, потому что вы у меня есть. Спасибо вам большое. Люди, которые мне ставят дизлайки на влоговом канале, на основном канале. Ребята, спасибо вам тоже за это. Честно, спасибо, потому что вы меня мотивируете быть лучше. Я обращаю внимание на все свои ошибки, когда вы на них указываете. Конечно, я не идеальна, но я хочу сказать, что я такая, какая я есть. Вы это знаете. Я вот такая в жизни. Если мы с вами сейчас пойдем пить кофе, я буду такая же, как сейчас я держу телефон. У моих видео будут проскакивать очень. У моих видео будут проскакивать почему бы и нет. И ихние, ихние, я не знаю, я уже забыла как, будут проскакивать. Потому что я сразу хочу сказать и признаться вам, что я не сильно образованный человек. Я в школе была двоечницей. Я хорошо училась только в училище и в университете. Университет мы не берем, потому что там вообще было легко. Так что, к сожалению, я такая, какая я есть. Я стараюсь меняться. Я стараюсь улучшаться как-то. Повышать уровень своих знаний. Я стараюсь читать книги. Ну, вы уж простите, примите меня такой, какая я есть. Все же примите. И если вам совсем что-то там не нравится, если вас что-то бесит в моих видео, отписывайтесь, пожалуйста. Я не хочу вашу психику травмировать. Не нужно там... Я не знаю вообще, почему человек подписан, если ему что-то не нравится. Вот хейтеры, зачем вы подписываетесь? Если вам что-то не нравится, вы так себя успокаиваете. Я без понятия. Я человек, если мне что-то не нравится, я просто не захожу на канал. Или же... Ну, я ничего не пишу, и я не ставлю дизлайки. Я просто выключаю. И все. Юра меня вот цветами разбудил. Очень приятно. Розочки пахучие. Такой хороший сорт. Я люблю такие белые розы. Они симпатично выглядят. Я сейчас упаковываю покупку. Продала босоножки. Вот. Буду отправлять эти на почту. Мне там кое-что еще пришло. Так что с вами вечером посмотрим. Девочки, кому интересно, ссылку на шафу, там, где я продаю свои вещи, я оставлю в инфобоксе. Заходите под видео, смотрите, кому интересно. Мне мама вот такой подарок подарила. Вам вот спасибо тебе большое. Она сейчас снимает. Я очень давно хотела. Вот. Сейчас буду распаковывать вместе с вами. Потому что я так особо не открывала. Блин, класс. Теперь буду делать паштеты. Разные няшки. Здесь есть вот такая штучка. Непонятная вот такая штучка. Ай-яй. Ой, самая основная. Ух ты. Горение. Класс. Спасибо большое. Ой, какой красивый. О, Юра как раз пришел. Чаша. Здесь коктейли, да, можно будет делать? Я не знаю, можно снимать, надо почитать. У тебя есть книжка для меня? Еще одна чаша. Тогда это компайн получается, смотри. Хорошо. Хорошо. И вот такая подставка. Стойка у него. Юрка, здесь вот две, что мне подарили. Класс. Класс, класс, класс. Вот так вот. Так же, Юра, вот так вот. Нет, не так вот. Ну да. Так вот. А потом как крышка, да. Ну и так, и так можно. Ой. Красиво. Можно включать? Тут батарейки есть. Да я шучу. Так тихонько работает. Тише, чем у тебя. Класс, спасибо большое. Резетка старая. Я надеюсь, ножи можно будет меня где-то находить. Ничего с ними не будет. У меня уже столько лет, ничего с ним. Долго, да? Спасибо большое. Все. Мама мне все дарит до хаты, до дому. В том году она мне подарила микроволновку. Мы уже целый год ее пользуемся. Очень классная вообще. Ну, реально нужна. Конечно, электричество тянет. Зато быстренько можно разогреть супик там и все такое. Спасибо большое. Разбирается. У нее, ну, вы видели, кто смотрел там видео про готовку. У нее подобный. Вот. Сейчас покажу, как она классно сложила все. Вот так это выглядит. Мне нравится. Напишите, что можно такое интересное приготовить. Давайте ваши запросы в комментариях с этой штукой. Что можно побжикать. Буду бжикать, наверное, первую неделю постоянно. Юра тут накупил такой аперитивчик сделать нам. Вино. О, кстати, хорошая бутылка как раз мне для этих огоньков, которые мне в подарочек положили. Вот это твоя информация, что тебе бутылка нужна. Я просто штопору. Ты не знал, как ее выбрать. Светлая. Да, я же говорила, и вино белая полусладкая. Ты полусладкая взял? Да. Грузинская. Алазанская долина. Грузинская долина. Грузинская. Спасибо большое. Пытался культурно. Да, какой. Мы так скромненько сели. Сейчас перекусим свинцом. Свинцом перекусим. Напьемся, да. Потом пойдем танцевать. Юра такой сырок какой-то купил интересный. Сейчас будем. Да, пирог. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Девочки, забыла показать. Ну, она мне цветок еще подарила. Как он называется? Спатифилум. Спатифилум. Женское счастье. Женское счастье. Он, кстати, вот расцвел уже. Красота вообще. Прелесть. Это вот мои цветочки все. Спасибо большое. У меня уже язык заплетается по полной программе. Да. День рождения. Хотела сказать, Новый год. Мою маму вышли провожать. Осторожно меня, пожалуйста. Нет, я вижу, вижу. Вот, все. Она уезжает. Мы сейчас с Юркой будем спим смотреть, сериал свой рассматривать и с падушки, наверное, потому что я виновыского хочу спать очень сильно. Отдыхай, Лаш, из моей девочки. С днем рождения меня. Мы мамку провели уже, все, она села. Я получила посылку на новой почте. Какая-то косметика для волос. Интересно будет посмотреть, что там. Витаминоплекс прислали. Я, кстати, неоднократно с ними сотрудничала. Мне очень нравится их продукция. Так что я соглашаюсь. И сейчас с Юркой будем смотреть сериал, кушать семечки, отдыхать по полной программе. Мне только что звонила Ира, с которой я встречалась, блогерша Ирина Яшина. Она сейчас в Одессе. Я что-то запланировала поехать в Одессу. Не знаю, она день на два. Так хочется самой поехать в Одессу, увидеть море. Пока что еще в раздумьях, думаю. Я как раз вовремя получила посылку. Как раз мне на день рождения. Сейчас посмотрим с вами, что здесь. Для волос. Очень классные у них продукты, девочки. Реально советую. Не реклама. Вот серьезно, не реклама. Потому что я их обожаю. Так, это у нас... Так, это регенерирующая и увлажняющая шелковая маска. С витамином В5. Для всех типов волос. А это шампунь такой должен быть. Да. Как раз увлажняющий. То, что мне нужно. Потому что я начала краситься басмой. Ребята, я все. Я в отключку. Я сейчас буду ложиться спать. Так что влог получился не сильно длинным. Вы уж простите, но у меня сегодня праздник. Завтра будет новый день. Встретимся с вами. Пока.